Всем привет, дорогие друзья! Вы перед собой видите коробку со смартфоном Cirrus 3. Это третий, заключительный смартфон из распаковки в посылке, в которой лежало, соответственно, три смартфона. Это новое видео на канале GadgetMoney. Мы начинаем. Поехали! Друзья, хочу сразу обратить ваше внимание на то, что все три смартфона достаточно бюджетные. Все три смартфона принадлежат производителю компании Fly. За что ей большое любезное спасибо, за то, что ей дали возможность рассказать моим зрителям о таких вот интересных телефончиках. Давайте сразу с вами договоримся о том, что это сверхбюджетное устройство стоимостью до 100 долларов. И ждать от них каких-то превосходных технических характеристик не стоит. Давайте смотреть на это через призму телефон с функциями смартфона. Итак, технические характеристики у данного девайса такие. Можете поставить на паузу и прочитать. И давайте сразу же открывать и смотреть, что же у нас внутри коробочки. Итак, коробка в стиле Fly за последние несколько месяцев. Здесь у нас, помимо самого смартфона, пользователь найдет зарядное устройство силой тока 1 Ампер, микро-USB кабель и наушники, гарнитура для первоначального использования, пока вы не купили более-менее нормальные наушники на том же Алиэкспрессе, либо в магазине вашего города. И сам смартфончик. Он достаточно интересно смотрится. Как и все смартфоны линейки Fly за последние несколько месяцев, выполнен в новом, скажем так, дизайне. Здесь применен пластик. Спартфон пластиковый, но при этом чувствуется алюминиевая железная рамка оси данного смартфона, потому что смартфон действительно весит достаточно грамм. Я думаю, что больше 150. Давайте пробежимся по внешнему виду устройства и будем уже, соответственно, его включать. На задней части смартфона вы найдете 5-мегапиксельную камеру, решеточку под динамик, диодную вспышку, логотип компании Fly и, в принципе, больше ничего. На правой грани вы найдете сдвоенную клавишу регулировки громкости, при этом ход у клавиш достаточно жесткий, поэтому вы не будете, не будет вас раздражать хлюпание этих клавиш со временем. Клавиша включения-выключения. Снизу у нас ничего, кроме светлой фаски шасси смартфона нету. И на левой грани у нас тоже ничего нету, есть только на верхней. Это 3,5 джек и микро-USB для зарядки синхронизации смартфона. Батарейка у данной модельки вроде как не съемная, как я понимаю, а нет, съемная. Вру. Батарейка у данного девайса съемная. Крышка, соответственно, тоже. Сняв которую, вы обнаружите. Следующие разъемы под микро-SD карточку и под сим-карточки. Их две штуки. Батарейка на 2000 мАч. В принципе, все достаточно хорошо собрано не в подвальном Китае. Хотя смартфон, конечно же, производится в Китае. Так, давайте проверим хрустит ли из коробки. Абсолютно никакого хруста нету. Все достаточно хорошо собрано. Включаем смартфон. Итак, друзья, смартфончик у нас включился и мы можем посмотреть на экран данного устройства. Это IPS-матрица, 5 дюймов. Снизу у нас есть три навигационные клавиши без подсветки. Они просто есть на корпусе и все. Сверху у нас есть 2-мегапиксельная фронтальная камера и, соответственно, решеточка под динамик. Друзья, это, конечно же, бюджетный смартфон. Чуть лучше, чем Nimbus 4 по характеристикам. Здесь чуть больше батарейка. Здесь получше экран. И, соответственно, будет получше и побыстрее он работает. Друзья, спасибо большое, что посмотрели данное видео. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.